МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске сорвало башню. Поливает на нас, как из лейки. В селе Кулакова то дожди, то сталактиты. Трудности перевода. Требуется умение употреблять те или иные слова в нужной форме. Чтобы остаться жителем работать в России, иностранным гражданам нужно сдать экзамен. Решающий заплыв. У меня внуки купаются, и дети купаются, и я вместе с ними. Фестиваль «Сибирская купель» отберет лучших пловцов в сборную России. В эфире «Точнее» поговорим о заметных историях, интересных людях и профессиях. Студия Александра Семенюта. Здравствуйте. Инвестиции в производство. Сегодня губернатор Тюменской области Владимир Якушев побывал на двух заводах – ишимском машиностроительном, и железобетонных изделий. Если по-первыхому предстоит решать еще много вопросов, то ЖБИ – пример того, как можно правильно вкладывать средства и развивать дело. Завод работает 4 года благодаря частным инвестициям. Недавно смонтирована новая производственная линия. Это позволило увеличить выпуск железобетонных изделий, создать дополнительно 30 рабочих мест. Сейчас здесь трудятся 180 человек. Новая инициатива руководства – предприятие строительства в Ишиме кирпичного завода. По мнению губернатора, таких инвестиционных площадок в городе и районе должно быть намного больше. Конечно, я недоволен. Гораздо больше можно реализовать инвестиционных проектов. Я думаю, что в Ишиме еще не исчерпаны. И в Ишиме, и в Ишимском районе сегодня не исчерпаны все возможности. Надо двигаться. Но вот первые шаги есть, и это здорово. Я приветствую и поддерживаю. Я уже высказал свою точку зрения по этим проектам. Надо двигаться дальше. Дорогу оселит идущая. Проблема качества воды и не только. В селе Кулакова водонапорная башня ведет себя несколько странно. Летом из нее поливает, и зимой она превращается в глыбу льда. Сносить или отремонтировать – такую задачу решают местные власти. В ситуации разбиралась Людмила Чепурных. Бить такую воду Людмила Шамова не рискует. Из крана она бежит вроде бы чистая, а после кипячения превращается в желтую. Пенсионерка шутит – с такой H2O чай можно пить без заварки. В плохом качестве виновата водонапорная башня. Летом она прохудилась, и поэтому в селе Кулакова из нее дождь лил круглосуточно. Поливает на нас, как из лейки. Прям в огород выйдешь, льется, как дождик. Полный сарай воды, к дому не подойдешь. Почтальон не может подойти к нам, газетку положить. Теперь водонапорная башня замерзла и превратилась в огромную сосульку. Сталактиты составят конкуренцию тем, что в Кунгурских пещерах. Жители Кулакова сквозь смех и слезы говорят – зимой здесь можно устраивать экскурсии альпинистам, а весной закупать гондолы. Боятся, когда лед растает, центр села превратится в Венецию. Весной я думаю, что будем плавать, а в подполе бассейн будет, натуральный самый. И у нас круглый год, остатки. Мы боимся то, что мы живем рядом, вот они, мы все здесь рядом живем. Вот она газовая распределительная эта штука. Упадет как раз на нее. Вот он светка, и вода здесь все рядом. А ребятишки бегают, и все, свалится и задавит нас всех. Но огромные сосульки не успеют упасть. От них избавиться до наступления весны. Первая задача – убрать лед вокруг башни, чтобы подогнать вышку и сбить гигантские сосульки. А позже коммунальщики возьмутся за работу. Будут заваривать дыры, чтобы вода не утекала. Правда, как признается бригадир, такого ремонта хватит ненадолго. Мы заварим это неделю-две, может быть, месяц. И так же побежит все. Все ее только менять. Дело в том, что если не заменить, то на следующий год я вам могу 100% гарантию дать, что она упадет. Все. Это уже железно, потому что она гнилая. В местной администрации сказали, упасть башни не дадут. Ее уже включили в план капитального ремонта на 2013 год. Но еще решают, может все-таки построить новую. На дне к бумаге должны согласовать в район администрации. В границах улиц Малышева, Бирюзова, Маршака построят жилой микрорайон. Комплексная застройка станет еще одним шагом в развитии района Торманы. Проект рассчитан на три периода. До 2040 года. В рамках второго планировочного района Торманский рассматривается как комплексное освоение территории. На этой территории, во втором планировочном районе, также предусмотрено в ближайшие годы строительство детского сада, дошкольных учреждений, школы и спортивного ядра. На первых этажах новостроек появится детская поликлиника и клубы для детей и подростков. Добавлю, что в прошлом году в районе построили детскую спортивную площадку, завершили благоустройство сквера и дворовых территорий. О других темах этого дня узнаем из блока событий. Мои коллеги, коротко о важном. Совсем скоро станет известно имя лучшего воспитателя Тюмени. В конкурсе участвуют 15 человек, среди них 10 воспитателей, 3 инструктора по физической культуре, музыкальный руководитель и учитель-логопед. Причем победа на городском этапе не гарантирует выигрыша на областном уровне. В городе Тюмени на областной конкурс у нас имеют право три участника конкурса на муниципальном этапе, которые у нас победили первое, второе, третье место заняли, естественно. И вот буквально в 2012 году у нас сложилась такая ситуация, что у нас педагог, который занял третье место на нашем конкурсе, он на областном конкурсе стал первым. А тот, который занял первое место, стал третьим. Больше всего конкурсанты нервничают перед последним этапом. Им нужно будет провести занятия не со своими воспитанниками, а с детьми из других детских садов. Ресторатор и председатель регионального отделения деловой России Лариса Невидайло будет защищать права предпринимателей в Тюменской области. На эту должность ее назначил федеральный омбудсмен Борис Титов, посетивший Тюмень с рабочим визитом. Кандидатура также согласована с губернатором области Владимиром Якушевым. Региональный закон о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей областные депутаты рассмотрят в марте. До этих пор отстаивать законные интересы бизнеса Лариса Невидайло будет на общественных началах. Сегодня в Тюмени завершилась операция «Алкоголь». За неделю полицейские проверили свыше 800 объектов торговли. Изъяли более 450 литров разного рода алкогольной продукции, треть пива. Весь товар либо реализовывали в ларьках, либо в неположенное по закону время. Или, что еще хуже, продавали подросткам. Изъятая продукция хранится в качестве вещественных доказательств, приложенных к материалам об административных правонарушениях. И по принятию решений, соответственно, как правило, уничтожается. Всего изъято товар на сумму 250 тысяч рублей плюс штрафы. Кстати, максимальное – полмиллиона рублей. В Тюмени прошло первое тестирование иностранцев на знание русского языка. Теперь, чтобы остаться жить и работать в России, необходимо сдать экзамен. Как с ним справляются гости областной столицы, расскажет Анастасия Косымова. В этой бригаде рабочих Хуршет – единственный, кто знает русский язык. Застал еще те времена, когда его учили и в таджикских школах. Здесь для своих земляков он незаменимый человек – переводчик. А как вы относитесь к тому, что экзамен нужно сдавать на знание русского языка? Да, русский язык, экзамен. Ну, нет, или есть, может, а нет, или есть, не знаю. Но приезжающие знают, которые есть, не знают. Я сам лично знаю русский язык, я сам учился в таджикистане. О том, что на противоположной стороне улицы находятся университеты, там в эти минуты как раз проверяют знание языка у иностранцев, рабочие, конечно, не знают. В этом году это первое тестирование сдавать русский пришли 18 человек, претендующих на российское гражданство. Многие, как, например, Майя Хайдарова, его знают с детства. Она узбечка, но ходила в русскоязычный садик и в школу, да и в России живет уже 10 лет. Вообще-то хорошо, что его придумали, нужно. Потому что приезжают люди с таких отдаленных мест, с кишлаков, с гор, спустились, что они даже поздороваться не могут. Майя хоть и свободно владеет русским, но признается, почему-то нервничает, даже ночь не спала. А тут еще так строго. Во время теста нельзя переговариваться, телефоном пользоваться, на столе ничего, кроме паспорта и ручки. В общем, все как на школьном экзамене. Хотя специалисты считают, что задание здесь куда проще. В Воложем там есть задание по лексике грамматики. То есть дано предложение, в предложение пропуск, и из предложенных нужно выбрать то слово, которое подходит по смыслу или подходит грамматически. Тестирование продлится несколько часов. Кроме письменных заданий будет еще собеседование. Те, кто успешно выполнит 65% заданий, получат сертификат, подтверждающий, что человек достаточно владеет русским, чтобы жить и работать здесь. Кто не справится с тестированием, могут попробовать сдать экзамен еще раз. И количество попыток не ограничено. Правда, за каждую из них придется снова платить. Ведь экзамены платные. Так, для тех, кто собирается получить гражданство России, тестирование стоит 6,5 тысяч. Для тех, кто просто будет здесь работать, 3600 рублей. Так что рабочим из Таджикистана все же придется учить русский. Ведь по закону, чтобы работать в ЖКХ, необходимо хотя бы элементарно изъясняться. Анастасия Косымова, Александр Вележанин, Сибинформбюро. А на тюменских дорогах сдавали другой экзамен. Всю минувшую неделю сотрудники Тюмень-Гортранса ездили на общественном транспорте. От личных и служебных автомобилей отказались и руководители. Все ради того, чтобы лично проверить работу городских маршрутов. Без жалоб не обошлось, причем стало их даже больше. Благодаря обратной связи на сайте Тюмень-Гортранса за неделю транспортникам поступило 250 обращений. В отделе информационных технологий была разработана специальная форма, которая позволит принимать жалобы и автоматически их регистрировать на горячей линии. То есть они автоматически получают статус официальных. Перевозчики сами наказали несколько своих водителей. Сумма штрафа была от 500 рублей. Водителю-кондуктор за срыв вечерних рейсов. Проблема многих крупных предприятий. Нехватка кадров в скором времени сойдет на нет. В регионе начали работу многопрофильные центры, где готовы обучать специалистов разных отраслей, причем ускоренно. В универсальном учебном классе побывала Ангелина Лисько. Они уже не студенты, но каждый день учатся. Новую профессию машиниста плавкрана получают люди разных специальностей. От предприятий области этих мужчин отправили на переподготовку. В срочном порядке к весне должны обучить 12 крановщиков. Близится пора навигации. Будем, во-первых, больше зарабатывать. Во-вторых, это в тепле, как вот парень тоже говорил, в тепле, хорошо. И удобно. То ли мы вот так вот с трополя в мороз, в 40 градусов мороза бегаем. На базе Тюменского колледжа водного транспорта многофункциональный центр прикладных квалификаций действует первую неделю. В нем взялись за подготовку самых востребованных специалистов в регионе. Учащиеся проходят теорию и на виртуальном тренажере отрабатывают практику. Например, нужно переместить груз на баржу. Если выполнил все верно, ставится оценка 5. Такие навыки в реальности пригодятся на реке, а эти 15 человек через 5 месяцев станут машинистами. В группе немало безработных. Для них обучение в центре – реальный шанс в скором времени устроиться. Это пришли люди, которые искали работу, к нам обратились, и мы им просто указали те предприятия, где есть потребность в кадрах именно по нашим профессиям. А предприятия, в свою очередь, берут обязательства на их трудоустройство. Учился я, но в ПТУ 34-м не закончил, прогулы были. Сейчас пошел сюда, чтобы дальше продолжить все это. Мне эта профессия интереснее будет. Постоянно на реке мне это все нравится. Почти 750 человек пройдут обучение в многофункциональном центре, включая филиал колледжа в Тобольске. По 30 самым дефицитным профессиям будут готовить специалистов. Всего же в области, помимо этого, откроют еще 7 центров на базе учреждений профобразования. Последние активно сотрудничают с работодателями. В многопрофильных центрах прикладных квалификаций в течение года будут готовить рабочие кадры для предприятий области. Всего около 4 тысяч специалистов разных отраслей. После ускоренного обучения работодатели сразу возьмут их на работу. Ангелина Лисько, Дмитрий Ларичев, СИВИнформбюро. На поиске приключений. В последнее время сотрудникам линейной полиции много хлопот доставляют и подростки, которые уходят из дома и отправляются в путешествие. Билет можно купить в любой кассе, потому особых преград для несовершеннолетних нет. В январе в списки сбежавших попали юные жители Ноябрьской, Шима и Сургута. Как правило, все запрещающее, все влечет детей туда. Железная дорога, ходят поезда. На вокзал дети приходят. Некоторые у нас приезжают. Елуторов, Заводоковск. Им интересно посмотреть на вокзал. Сбегают из дома, приезжают в Тюмень. В этом году инспекторы поймали 10 детей. Всех их родители забрали домой. Химические реактивы, йод и лупа. Именно этот набор поможет выбрать настоящее ювелирное украшение. Как уверяют эксперты, чтобы понять, подлинное ли изделие, одной пробы недостаточно. Золотые советы даст Ольга Курсман. Презиренным металлом на Руси назывались не только деньги, но и золото. В России современный обменять один презиренный металл на другой не составит никакого труда. Ювелирный рынок велик. Только качество украшений с высшей пробы оставляет желать лучшего. В Роспотребнадзор тюменцы то и дело обращаются с жалобами. Кто-то пожаловался на качество серег золотых, сломалась застежка, браслет, звенья развалились в процессе эксплуатации. Из кольца камень выпал. В досудебном порядке все требования разрешены. По всем жалобам возвращены денежные средства. Но за качество и подлинность отвечает не Роспотребнадзор, а экспертиза. Взять пробу и не ошибиться с выбором помогут ювелиры. Допустим, люди часто пользуются такими словами, как русское золото, турецкое золото, белое золото, советское золото. На самом деле, самая главная характеристика ювелирного изделия – это проба. Когда мы видим в магазинах большие скидки, там 50-70%, это тоже, мягко говоря, не соответствует действительности. В этом братстве кольца не устают повторять. Не все то золото, что блестит. Для экспертизы есть целый арсенал. С таким легко вывести на чистую воду тех, кто нахимичил с ювелирными изделиями. Здесь мы видим, что вместе с пила металл чернеет. То есть это не золото однозначно. Скорее всего, здесь серебро озолоченное. Ювелир Дмитрий Викулов признается, даже профессионалу иногда бывает трудно на глаз отличить подделку от оригинала. Видите, примагничивается. Значит, это уже 100% не золото. Золото не магнитит. Потому Дмитрий всем дает простой рецепт того, как в домашних условиях при помощи обычного йода проверить качество купленного колечка. Если я капаю на золотое изделие, то цвет йода обязательно изменится. Он сначала почернеет, потом позеленеет. Вот здесь вот, это не золотое изделие у нас, он просто высыхает. И остается пятно матовое. Вместе с поговоркой «Не все то золото, что блестит», Роспотребнадзоры и ювелиры напоминают другую. Скупой платит дважды. Цен на металл за невысокую цену не купить. Рисково набрать украшения с рук, даже если это руки приятелей. Ну а в магазине нужно требовать у продавца лупу, чтобы разглядеть четкость пробы. Ольга Курсман, Роман Чинахов, Дмитрий Кондратенко, Сибинформбюро. А вот на этом предприятии производство продукции начинается с вопроса о здоровье покупателя. Специалисты компании «Арспром» точно знают, что от систем вентиляции зависит микроклимат помещения. С подробностями Денис Багрицкий. Вот так при помощи автоматики в день оператор может нарезать около ста листов металла будущих вентиляционных систем. Для изготовления способного элемента для деталей, для труб. Отводы разные для труб, чтобы течение где-то, повороты разные делать. Вместо ножниц используется струя плазмы. Станок американского производства, качество отменное. Всего в этом цехе компании «Арспром» работают 20 мастеров. Больше не требуется. Все автоматизировано. Специалисты выпускают порядка 25 тысяч квадратных метров вентиляционной заготовки в месяц. «Арспром» изготавливает широкую линейку изделий для монтажа качественной вентиляционной системы. К ним относятся воздуховоды круглых и прямоугольных сечений, различные фасонные изделия. Это отводы, переходы, тройники. Также производим шумоглушители, как круглые, так и прямоугольные. По этому направлению компания работает пятый год. Покупатели про качество знают. И не только в Тюмени, но и во многих регионах страны. Тем более компания предлагает большой выбор продукции. Например, на этом станке выпускают воздуховоды круглого сечения разной длины и диаметра. «Трубы, и потом к ним уже фасонные элементы идут, и получается уже целая система воздуховодов, вытяжки, вентиляции». Сегодня мастера предлагают новинку – противопожарные клапаны. Они блокируют проникновение огня в любые помещения. Заказы на покупку нового изделия уже пошли. «Осною преимущества «Арспрома» перед конкурентами – то, что мы производим продукцию в больших объемах, в короткие сроки, и при этом не теряя в качестве». Эти системы приобретают для строительства коттеджей, промышленных предприятий, торговых центров. Сами мастера говорят, система вентиляции – это основа микроклимата, от которого зависит самочувствие человека, а на здоровье экономить нельзя. Денис Багрецкий, Евгений Проскуряков, Сибинформбюро. Кстати, самочувствие может улучшиться и от красивых картин. В школе имени Митинского открылась первая персональная выставка художника и преподавателя Александра Васильева. Творческие работы этого автора находятся в музеях изобразительных искусств Коголыма, Тюмени, а также в частных коллекциях Франции и Германии. Когда я напишу вещь, я привезу ее в мастерскую, я в течение недели на нее смотрю. Я не бегу заказывать рамы, я, может быть, нахожу какие-то недостатки, а, может быть, я вещи не трогаю больше. Я пишу как пишу. Я пишу не рукой, не кистью, я пишу душой и сердцем. На выставке представлено более 40 авторских работ. Увидеть картины можно будет до конца февраля. Городской интернет-портал «Мега Тюмень» провел конкурс «Самая дружная студенческая группа». Бороться за это звание могли студенты любого вуза или колледжа. Из нескольких десятков претендентов выбрали тройку победителей. На церемонии награждения побывала наша съемочная группа. Они сумели собрать более 20 тысяч голосов и стать самой дружной студенческой группой. Победители одноименного интернет-конкурса пятикурсники Института математики Тюменского университета. Наша специальность называется «Математика». Мы все люди с аналитическим складом УМА собрались. У нас в группе 28 человек. Примерно пополам девушек и молодых людей. Мы очень разные, но мы самые дружные. Мы все просто друг друга любим. Победителей наградили сертификатом на поход в кафе достоинством 30 тысяч рублей. Второе место завоевали студентки архитектурно-строительного университета. Они тоже пойдут в кафе с 20 тысячами рублей. А третьим достался сертификат на 10 тысяч. Ими оказались студенты из Нефтегазово. Так решили интернет-пользователи, которые голосовали за фото, присланные на сайте Мегатюмень. Участников у нас было 63 группы. Это абсолютно, наверное, все вузы, которые есть, были представлены. Фотографии присылали самые разные, от сделанных где-то в стенах родного университета до каких-то творческих, креативных. Теперь Мегатюмень ждет фотографии от школьников. Следующий конкурс для них. Следующий наш конкурс. Мы ищем самый дружный класс. Такой конкурс у нас уже был в прошлом году. Мы решили его повторить, потому что все прошло замечательно. Ребята нас порадовали. Сейчас у нас идет набор заявок. И подать заявку можно до февраля, до конца февраля ждем. Условия конкурса можно прочитать на сайте городского интернет-портала Мегатюмень и уже готовиться к победе. Анастасия Крабенко, Анастасия Косымова, Максим Плюхин, Сибинформбюро. Губернские игры 2013 года пройдут в Тобольске. С 16 по 21 февраля город примет почти 1300 представителей всех муниципальных образований региона. Для гостей готовят гостиницы, 15 точек общественного питания, развлекательные учреждения и, конечно, спортивные сооружения. Немало хлопот у организаторов по проведению крестьянской эстафеты и соревнований дойеров и механизаторов. Они впервые внесены в программу Малых Олимпийских игр области. У местных сельхозпредприятий спорткомитет намерен арендовать тракторы и лошадей. Пилы и топоры участники привезут сами. С интересом и к этим соревнованиям готовимся, потому что там и сборка, разборка доильного аппарата, и вождение фигурного трактора. И эти наши дойеры и механизаторы будут показывать себя в лыжной подготовке, они побегут на лыжах, они будут отжиматься, подтягиваться. А в минувшие выходные в областном центре стартовал второй народный фестиваль закаливания и зимнего плавания «Сибирская купель». В этот раз войти в воду решились 60 спортсменов из разных регионов, и этот заплыв для многих стал решающим. Артем Зубков подробнее. Температура окружающего воздуха около минус 20, воды всего полтора градуса по Цельсию. Под ободряющие крики болельщиков моржи уходят в заплыв. Некоторым пришлось преодолеть не одну сотню километров, чтобы стать участниками фестиваля «Сибирская купель-2013». Я по жизни была лыжницей, и как-то уже один раз пришла, три дня в год, ну, посмотреть все вот это. И просто у меня душа загорела, как говорится. У меня внуки купаются, и дети купаются, и я вместе с ними. В декабре прошлого года в Тюмени прошел первый открытый турнир городов России по зимнему плаванию. Он собрал представителей 25 регионов России и 10 стран мира. «Сибирская купель-2013» призвана объединить спортсменов, прежде всего, юга Тюменской области. Прошлый фестиваль был ориентирован в основном на массового потребителя, простого человека, который ни разу не купался. И лейтмотивом фестиваля было окунание в проруби, посвящение моржи, мы его так называем. В этом году мы решили привлечь как можно больше муниципалитетов, то есть интегрировать наш фестиваль на все территории Тюменской области. Зимнему плаванию, как и любви, все возрасты покорны. В ледяную воду спешат и молодежь, и умудренные опытом ветераны. Фестиваль «Сибирская купель-2013» – это не просто праздник для любителей закаливания и зимнего спортивного плавания. Спортсмены, которые покажут лучшее время на этой дистанции, войдут в сборные России и будут защищать честь страны на чемпионате мира. У моржей большие планы. Здесь стремятся придать Тюмени статус общероссийской столице закаливания и зимнего спортивного плавания. Фестиваль «Сибирская купель» получил поддержку областного правительства и депутатов регионального парламента. Спортсмены надеются, что эта поддержка поможет им добиться новых рекордов. Артем Зубков, Николай Комаров, Сибинформбюро. На сегодня все. Смотрите нас завтра в это же время. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok